Новое видео выходит каждый день в 20.00 Хуяры! Также этот субтитры хочет добить к лету 20.00 подписчикам Пододал гондон. Быстро в машину, дура! Окей, садимся. Что же большинство зрителей, как у населения ютуба это нравится? Промокод хэштег Луня. А если не хотите, то... Мало ли, ну мало ли кто-то не умеет читать вот то, что написано в интере и так далее. Скажу, запись, вот данная запись из журнала Самворл, которую я читаю, она датирована 11 июня. Сейчас вот день, в который я все это озвучиваю, 14 июня. Уже прошло достаточно много дней с момента обновления. Я смогу вам зачитать вот основные какие-то моменты из данного обновления из журнала Самворл, где все это грамотно сгруппировано и очень, так знаете, компактно все это. И потом я скажу мнение по поводу вот данного всего обновления. Так, наверное, делаются абсолютно все новости. Однако, вы знаете, в новостях не, понимаете, не допускается выражение своего собственного мнения. Поэтому это даже не новости, это какая-то пародия на новости. Пародия, знаете, на новости Ярослава Брулева. Но, однако, вот, что бы я тут ни говорил, мои новости, они все равно будут наиболее лучшие, наиболее неподкупные, наиболее хорошие, чем у Ярослава Брулева. Поэтому, ладно, давайте уже начнем вот с, там, знаете, обзора, даже не обзора, а вот именно про обновления на Arizona Roleplay. Вчера проект Arizona Roleplay получил новое крупное обновление, в котором разработчики добавили анонсируемый ранее тюнинг и приложение для смартфона. Однако, и этим дело не закончилось. Аксессуары. В этом обновлении, как и в прошлом, разработчики взялись за аксессуары. Было добавлено еще больше активных и обычных аксессуаров. В основном это сделано для разнообразия игрового процесса. Предметы можно получить при крафте или купить на центральном рынке и в цифровом магазине. Из новых аксессуаров стоит отметить самый интересный, переносной ларюк и машину на радиоуправлении. С помощью первого аксессуара игрок сможет поставить лавку в любом месте и торговать своими предметами с игроками так, как он делал бы это на центральном рынке. Второй аксессуар даст вам возможность управлять RC-транспортом. Также есть такие аксессуары, как попугай на плече и бензопила. Но и этим список не оканчивается. В систему крафта были добавлены обычный аксессуар борода и активный мешок с мясом, с помощью которого ваш персонаж будет сыт вечно. Раз в 30 минут вы сможете употреблять мясо, что избавляет вас от надобности бегать по забегаловкам. Теперь подробнее про систему крафта. Специально для нее была разработана система охоты на оленей. Ну то есть вы знаете, когда вам женщина изменила, а типа вы такие, да бля, я все равно ее люблю, ну че, она же все равно со мной. Типа, ну вот это вот олени, если что. Если что, олени. Вот олени это животные, а вот олени это именно те, про кого я сказал ранее. В лесах города Лос-Антос будут обитать олени, которых вы должны будете пристрелить из оружия и собрать тушки с них. Именно они пригодятся вам для того, чтобы обменяться на материалы у NPC Джозефа для изготовки двух последних аксессуаров. К слову, за ту же добычу вы сможете купить у него приборы ночного видения. Непонятно, правда, зачем он нужен, однако купить его вы сможете. Дополнение к системе транспорта. Про аксессуары рассказали, а теперь можно и про транспорт поговорить. Теперь на серверах будет присутствовать новый тип автомобиля, лаунч. Транспорт с таким типом можно будет купить только в игровом магазине. Что примечательно, продаваться в вечно подобные автомобили не будут, а тираж ограничен. В будущем их можно будет купить только на автобазаре с рук другого игрока. У таких автомобилей будет присутствовать функция лаунч-контроль, которая позволит их владельцам разгоняться намного быстрее, чем обычный автомобиль. При зажатии газа и тормоза одновременно можно выставить настройку для огненного старта. Не знаю, что это такое, однако, вы знаете, видел на стриме у СК Мэйсона, у Сэма Мэйсона, как это все происходит. Ну, неважно. Обновленный игровой магазин. Обновление, вытекающее из двух прошлых. Теперь игровой магазин преобразовался, и в нем дополнительно можно купить много всяких интересностей. Расширение инвентаря, которое добавит вам еще одну третью страницу. Топовый транспорт с лаунч-комплектацией. Все виды рулеток, аксессуаров и опыта. Одно из основных изменений дизайн и функционал новоиспеченного магазина. Игры на смартфоне. Смартфон начинает приобретать все больший функционал, и в этом обновлении на него были добавлены две игры. Помните этот ВК Коин, что получил сильный ажиотаж не так давно? Так вот, теперь он присутствует и на Аризоне. Принцип абсолютно тот же, однако дизайн и стилистика самого приложения отличаются. Коины можно передать другому игроку или же потратить их на предметы. Будут присутствовать одновременно два топа игроков в игре. Ну, типа, логично. По серверу и по всему проекту. Второй игрой стала CS GO. Кстати, CS GO, если вы мало ли не знали, это говно, однако, я думаю, в Сампе это будет неплохо. Игроки Аризоны смогут поиграть на своем смартфоне в поистине легендарную игру. Ну, это, если что, пишет редактор журнала, я так не считаю. Забавно выходит. Игра в игре. Начать играть можно с любого места на карте. Главное иметь при себе мобилку. К слову, вариант от разработчиков Аризоны взял немало механик из реальной игры. Имеются ранги, много разных интересных карт и серверов. Блять, серверов в плане. А, в Япон, типа, комнаты там есть. Там есть, типа, одна комната и есть, там, восьмая комната, типа того. И это именуется, по-видимому, как за сервера. Также, как и с VK Coin, для игры будут созданы два топа. По серверу и по всему проекту. Хранение оружия в доме, изменение ранга во фракции. Многие игроки проекта просили добавить хранение оружия в доме. И разработчики услышали их просьбы. Теперь, при покупке или создании оружия, оно будет появляться в инвентаре. Благодаря чему станет возможным хранение оружия в различных местах. Вот, непонятно, правда, будет ли оружие, которое находится в инвентаре, выпадать после смерти. Вот это, в самом деле, интересно. Также, лидеры и заместители фракции часто просили о возможности изменения названия ранга. Просили, получайте. И теперь это возможно на Аризоне. Я видел, кстати, как матрас Шампур также менял название вот этих вот всех рангов. И было забавно, стоит отметить. И также тут идут прочие изменения и дополнения. Всякие чинжлоги, фиксы и так далее и тому подобное. Я оставлю ссылку на данную статью в описании под данным видеороликом. Вы сможете сами зайти и сами почитать. И вот уже самим решить, нравится вам эта игра, вот это вот все действо или нет. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.